Приветствую вас, давайте распорим ваш вопрос. Вопрос заключается в обиде на родителя автора после ряда событий, которые произошли. Растение второго ребенка у автора вопроса, потеря одного из родителей автора вопроса и, соответственно, некоторые изменения в жизни автора и его отца после всех этих эпизодов. Автор пишет о том, что перестал чувствовать домашний уют, перестал его ощущать. Вот, говорит о том, что пытается выливить папе свои обиды, вот, ну, свою боль донести. Вот, но в этом смысле папа не понимает, это в итоге становится, превращается в скандал. Вот, то есть это, ну, становится скандал. Значит, и автор спрашивает, права ли она в своих обидах. Вот. А, или, значит, делает из мужа слона, может, чего-то не понимает, и эгоистку. Что хочется сказать. Во-первых, я не думаю, что вы эгоистка, потому что, если бы вы были эгоисткой, вы бы жили бы для себя, и из своих ресурсов, из своего ресурса, просто это сделали бы для людей, которые вас окружают, то, что вы можете. Здесь мы наблюдаем обратно ситуацию, ситуацию, в которой вы, наоборот, тихотеетесь к, ну, к семье, да, вот, к домашнему уюту и так далее. И, на мой взгляд, говорить о том, что вы эгоистки нельзя. А, говорить о том, кто прав, а кто нет, тоже, на мой взгляд, не представляется возможным, потому что, ну, совершенно очевидно, что на вас эта ситуация как-то повлияла, э-э, этот опыт, да, эти события на вас как-то повлияли. На вашего папу эти события и, э-э, скажем так, ну, скажем так, э-э, трагедия, да, как-то повлияло, э-э, как-то повлияло, тоже, вот, и, э-э, каждый, каждый, как я думаю, к-каждый, э-э, пытается, э-э-э, справиться, э-э-э, с этим, так, как может. А, ваш, э-э, ну, ваш папа, э-э, справляется с этим, вот, так, как он смог. Вы справляетесь, э-э-э, с этим через, э-э-э-э-э, к уюту вы тянетесь, к, э-э-э, к, э-э-э, к, э-э-э, ну, к своему, своему отцу и так далее, вот, и я не думаю, что есть, э-э-э-э, правы и виноваты в этой истории. Я думаю, что, э-э-э, вы ничего не добьётесь, или мало чего добьётесь, э-э-э, обвиняя своего отца в чём-то и требуя от него чего-то, вот, ну, просто потому, что он не может, если бы он мог дать вам то, что вы хотите, он бы дал, но он не может. Вполне возможно, что вы напоминаете ему о маме, и ему больно в какой-то степени вас, э-э, видеть и так далее. Вполне возможно, что э-э-э, ситуация какая-то, как, ну, какая-то ещё, то есть ещё какие-то нюансы есть, о которых мы не знаем, о которых вы нам, в общем и целом, не рассказали, потому что, ну, в текстах всего не расскажешь, и всего не напишешь. Ну, вот. Тут могут быть, э-э, варианты. Другое дело, что у вас, э-э, есть обиды, и у вас есть зло, а ещё, возможно, э-э, есть, э-э, тоска по маме, то есть вы не до конца э-э, ну, вот, в той или иной степени, да, э-э-э, перешили, э-э, ее утрату. Ну, вот, и я бы не сказал, что это, э-э-э, что-то ненормально. Это, если вы были к маме привязаны, да, то, то, вы действительно, ну, вам действительно было тяжело. Поэтому, э-э-э, что бы я предложил? Э-э-э, я бы предложил, во-первых, начать, наверное, э-э, со своих чувств, да, вот, что вычислить по отношению к отцу. Обиды, злость и так далее. И их, э-э-э, выразить, их попроживать, чтобы, э-э-э, понять, с чего вообще вы хотите. И в чём заключается э-э-э, ваша потребность. И как эту потребность вы могли бы э-э-э-э, реализовать и удовлетворить? Если мы принимаем э-э-э, за аксиуму э-э-э факт того, что ваш отец не может дать вам того, что вы хотите. Ну, просто не может. Вот. А, не может, да, там, не, не хочет, не хочет и так далее. То есть это, ну, на самом, это, на мой взгляд, не так вообще важно. Вот. Это первое. А, второе, это посмотреть на вашу жизнь в целом. Потому что одно дело, если вы привязаны к семье, тяготеть к уюту, э-э-э, потому как таковы ваши ценности, это один момент. Но, ведь, друг, другие люди могут ваши ценности не разделять. При том, что в рамках, в рамках вот ваших ценностей, да, свою личную жизнь, например, вы выстраиваете немножечко в другом русле. Что тоже как-то говорит о том, что есть некое противоречие, которое вам нужно разрешить. Но если речь идёт не о ценностях, а если речь идёт о решениях какой-то вашей психологической проблемы, то есть довольно существенная здесь деталь, которая заключается в том, что в случае, если ценности не могут реализоваться. А именно, если ваш папа, например, не поддерживает эти ценности, ну вот, так, так, так получил, да, что у него новая жизнь, да, он живёт, ну, своей жизнью, вот, и так далее, то вы чувствуете себя здесь какой-то. Понимаете? Вы чувствуете себя здесь какой-то. Вы чувствуете себя, например, здесь не нужной. Вы чувствуете себя одиноко. Согласитесь, всё это, всё это, чувство малоприятных. Но также я думаю, что вы согласитесь с тем, надеюсь, по крайней мере, что вы согласитесь с тем, что эти чувства являются чувствами рэкотными, негативными. И они являются следствием ваших психологических проблем. Самооценки, принятия, отношения к себе. Общее глобальное позиционирование, Общее глобальное позиционирование себя, например, в такой позиции, что без других, без семьи я никто. Если это так, то это большая проблема. Большая проблема, потому что таким образом вы, по сути, становитесь зависимы от, ну вот, например, от вашего папы, да, который его захотел, да, значит, ну, сделал что-то для вас, не захотел, да, не сделал, захотел, пригласил вас в гости, не захотел, не пригласил вас в гости, захотел, со своей женщиной время провёл и праздники не захотел с вами, то есть вы здесь демонстрируете зависимость от воли другого человека. И тем самым, тем самым, вы транслируете мысль облом, что вы менее ценны, чем ваш, например, отец. Ну, допустим, ну, допустим, к примеру, вот. И вот это нужно корректировать, потому что если вы считаете, что как-то должно быть, да, то, конечно, вы можете чувствовать, ну, определённую грусть, вы можете чувствовать недовольство тем, что, например, ваш папа не разделяет ваши, ну, ценности и так далее. Это нормально, это нормально. Но чувствуя обиду, это значит, что вы принимаете это на свой счёт. А это значит, в свою очередь, это означает, что вы пытаетесь решать какую-то свою проблему. И вот в этом, в решении своей проблемы, вы, к сожалению, можете не преуспеть. Потому что это зависит от другого человека. А ваша проблема? Только ваша. И другие люди могут её решать? Могут. А другие люди могут её решать? Могут. Но могут и не решать. Как в вашем случае. Читая ваше сообщение, у меня сложилось такое впечатление, что чувствуете себя одиноко. У меня сложилось впечатление, что ваше жизнь вам не особо интересна. Кроме семьи. Да, возможно, вы и семейный человек, возможно, вы не мыслите себя внешне. Но в таком случае, вы явно пытаетесь взять то, что вам нужно, у того, у кого этого нет. У вашего папы нет того, что вам нужно. И, коль вы семейный человек, ну, если мы говорим о том, что семейные ценности вам важны и так далее. То, на мой взгляд, вполне логично, что вы будете брать это у того, кто может вам это дать. Ну, например, ставить отношения с мужчиной, разделяющим ваши ценности. То есть, ну, такие же ценности, как у вас, что, в принципе, нормально, что, в принципе, адекватно и так далее. Вот. И прочее, прочее, прочее. Вот, пожалуйста, пожалуйста, я бы ответил вам, наверное, как-то, ну, как-то так. Вот. Какой-то, наверное, такой ответ я бы мог вам, э-э-э, ну, предложить. Потому что, мне кажется, что то, какую модель вы выбрали сейчас, на мой взгляд, то, какую модель вы выбрали в данный момент, это является для вас, ну, я бы сказал, я бы сказал, что это деструктивная модель. Я бы сказал, что это деструктивная модель. Вот. Конечно, вы, может, вы сами решаете, как, как жить и в каком направлении вам двигаться и так далее. Вот. В ни в коем случае не собираюсь учить вас, что называется жизнь. Вот. Но раз, э-э, раз вы обращаетесь к нам за помощью, то я считаю своим долгом указать вам на те вещи, которые важны. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете, ну, я прекрасно понимаю, э-э, что вы чувствуете неприятные ощущения ваши. Вот. Я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю, что, возможно, вам и больно, больно. Я прекрасно отдаю себе в этом, в этом отсчет. Важно другое, что, возлагая за эту ответственность на папу, например, вот, вы ничего не добьетесь. Потому что папа, очевидно, занимает свою позицию, он, очевидно, идет, э-э, каким-то вот своим путем и этого сейчас не изменить. А это значит, это означает, что вам остается распоряжаться своей жизнью. Вам остается действовать так, как хотите вы. Так, как интересно, так, как нужно, так, как хочется вам и так далее. И, наверное, задача психологов заключается в том, чтобы помочь вам в этом. Чтобы помочь вам научиться это дело. Если вы, конечно, этого хотите. А, я бы указал еще на такой, как мне, думается, важный момент, что у вас, на мой взгляд, не складываются отношения с мужчинами. То есть, ваши отношения с мужчинами, да, как-то вот развиваются, ну, на мой взгляд, опять же, явно не так, как вам хотелось бы. И с отцом первого ребенка у вас не сложилось. И, получается, с отцом второго ребенка у вас не сложилось. У этого есть причина. У этого есть причина. Которая осунательно выяснить. И, по возможности, подчеркиваю, по возможности, проработать. Чтобы на вас это не влияло. По крайней мере, в той форме, в какой это влияет. Сейчас. Опять же, будете вы это делать или не будете зависеть целиком и полностью от вас. Вот. Обиды. 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 Это определенные ожидания от, ну, от людей, да. И то, что эти ожидания определенные есть у вас, это нормально, но нужно, наверное, увидеть, что в основе этих ожиданий лежат ваши желания, потребности. И эти потребности, повторюсь, могут быть неудовлетворены, неудовлетворены со стороны людей, по отношению к которым у вас эти самые ожидания есть. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодит.